Меня часто спрашивают, как же я все успеваю. По-моему, наглядно все четко и понятно видно. Надеюсь, вы улыбнулись и ваш день стал гораздо лучше. Перемолоть специи можно при помощи погружного блендера. Ставлю его вертикально измельчителем вверх. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Затягиваю пищевой пленкой, также можно использовать пакет. Включаю и через несколько секунд измельченные специи готовы. Наточить ножницы можно при помощи обычной зажигалки, проведя полотном несколько раз по центру ее колесика. Смешиваю 60 мл воды и 30 мл столового уксуса. Сюда же несколько капель любого эфирного масла, чтобы перебить сильный запах уксуса. Все перемешиваю и выливаю жидкость в любую упаковку недорогих влажных салфеток. Теперь такие салфетки использую в хозяйственных нуждах. Убрать всевозможные загрязнения стало легко, просто и быстро. После измельчения чеснока, даже хорошо промытый нож, чесноком бывает все еще пахнет. Избавиться от этого очень просто. Отрезая кончики свежего огурца, их не выбрасываю. Располагаю с двух сторон лезвия и хорошенечко нож протираю. Теперь он пахнет свежестью. Если у вашего полотенцедержателя есть вот такая петелька, то свободный край рулона лучше завести за нее и пропустить сквозь петельку по направлению обратному разматыванию. Теперь бумажное полотенце очень жестко зафиксировано, его легко отрывать и лишнее никогда не разматывается. Готовлю яичницу глазунью, чтобы она равномерно пропеклась. В процессе приготовления в сковороду вливаю воду и накрываю крышкой. Но зачастую готовая глазунья может выглядеть не слишком эстетично, и украсить ее блюдо как-то не очень хочется. Тогда я вооружаюсь ножницами, обрезаю все неровности и получаю вот такую красоту. Чтобы отрезанный лимон не подсыхал, я делаю так. Целый лимон разрезаю пополам и ломтики отрезаю поочередно от каждой из половинок. И при помощи зубочистки оставшиеся части плотно соединяю между собой, чтобы как можно меньше попадал воздух. По необходимости снова отрезаю ломтики от каждой и снова соединяю зубочисткой. Столь привычным оладушкам при помощи деревянной шпажки можно придать новую форму. Как только тесто на сковороде капельку схватилось, деревянной шпажкой получается вот такой листочек или сердечко. Очень симпатично. Доели баночку маринованных корнишонов. Рассол не выливаю, процеживаю. Смешиваю его с ореховой пастой. У меня фундучная. При помощи капучинатора довожу соус до однородности. По необходимости, по вкусу можно добавить соль, какой-либо сироп или мед или специи. Получается отличная заправка для свежих салатов. Я с очередной благодарностью к вам, моим зрителям. Большое спасибо за совет. Опробовала, нам всем очень понравилось. Варю гороховый суп. Сегодня будет постный. Горох заранее замачиваю минимум на 4 часа. После, конечно же, тщательно промываю и выкладываю в кастрюлю. Заливаю горох холодной водой. Так он будет готовиться равномерно. Если залить горячий, то сверху горох будет уже разварен, а внутри не приготовится долгое время. Также в кастрюлю опускаю одну картофелину, разрезанную пополам. Как только вода закипит, обязательно снимаю пену. Как только всю пену сняла, добавляю в кастрюлю пассерованные овощи, лук и морковь. Варю гороховый суп практически до готовности. Вылавливаю готовый картофель и часть гороха разминаю вилкой или толкушкой. Возвращаю в кастрюлю. Добавляю пару лавровых листьев и вливаю рассол от соленых огурцов. Также добавляю измельченный зубчик чеснока и соль по вкусу. Варю суп еще 5-10 минут. Лавровый лист убираю. Даю супу немного настояться перед подачей. Вкус такого горохового супа совершенно не напоминает рассольник. Но однозначно рассол от соленых огурцов делает его гораздо деликатнее и нежнее. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Вот такой салат-латук в горшочках. Как его не поливай, но достаточно быстро начинает вянуть. Я нашла отличный способ. Салатные листья сразу срезаю, укладываю в глубокий контейнер и заливаю холодной водой. Слегка придавливаю, чтобы весь салат был погружен в воду. Закрываю контейнер крышкой и храню в холодильнике. Каждые два дня воду меняю. Смотрите, даже слегка подвявшие листья стали бодрее. Салат этот пролежал в холодильнике уже трое суток. Выглядит он гораздо лучше, чем был. Осталось немного вареного риса и никто не хочет его доедать. Сейчас расскажу, что можно сделать. Рис перекладываю в измельчитель и добавляю немного чуть теплой воды. Довожу до однородности, чтобы получился вот такой клейкий однородный комок. Доску подпыляю мукой. Я взяла цельнозерновую рисовую. Выкладываю рисовое тесто. Скатываю его в цилиндр, так чтобы весь он был покрыт мукой. Делю на равные части. Каждую дополнительно в муку обмакиваю, чтобы ни к чему не прилипало. При помощи скалки, лучшей силиконовой, по необходимости мукой подпыляю, раскатываю каждую часть в небольшую лепешку. Теперь каждую лепешку выпекаю на хорошо разогретой сковороде, без добавления масла, примерно по 2 минуты с каждой стороны на достаточно сильном огне. Получаются вот такие светлые эластичные лепешки. Купила сыр в нарезке в магазине. Из упаковки сразу буду его вынимать. При помощи вилки каждый ломтик скручиваю в рулет и перекладываю в стеклянный контейнер. В таком виде храниться сыр будет гораздо лучше. И подать сыр к завтраку можно прямо в контейнере. Выглядит очень нарядно. Такие скрепочки-браслетики из магазинов есть, наверное, почти у всех. Как же их использовать? Соединяю их попарно и с их помощью брусочки свежих овощей соединяю вот в такие вязаночки. Беру рисовую лепешку, как ее готовлю, показывала чуть ранее. Лис свежего салата, ветчину и сыр. Сворачиваю в рулет, разрезаю на порции, соединяю при помощи шпажек. Укладываю в ланчбокс. Дополняю вязаночками свежих овощей. Можно положить любые ягоды или орехи. И школьный перекус для ребенка или с собой как готово. Намазать соусом лепешку или лаваш можно без помощи каких-либо приспособлений. Лепешку складываю дважды и сгибом в соус просто обмакиваю. Теперь дополнительно можно обмакнуть в нарезанную зелень и пряности. Лепешку разворачиваю, укладываю внутрь желаемую начинку и сворачиваю красивый и вкусный ролл. Редис нарезаю очень тонкими пластинками. В шайбе огурца делаю крестообразный надрез. Тонкие пластинки редиса складываю пополам и поочередно в надрезы в огурце вставляю. Из половинок ломтиков редиса сворачиваю бутон и вставляю уже в центр. Получается вот такое незатейливое, но забавное украшение. Небольшие круглые листы тонкого лаваша разрезаю на 4 части. Найдя визуально середину округлого края каждой четвертинки, складываю ее с небольшим нахлестом краешков теста друг на друга. Чтобы они держались, смазываю взбитым яйцом. Получился вот такой кулечек. Наполняю его любой начинкой, у меня протушенный куриный фарш. Подгибаю внутрь сначала короткую часть кулечка. Длинный уголок смазываю взбитым яйцом и запечатываю треугольник. Выкладываю на противень стыками вниз. Вверх смазываю взбитым яйцом, посыпаю кунжутом и выпекаю в духовке. Буквально через 12-15 минут получается вот такая красота. Румяные, хрустящие, очень вкусные мини-самсушки. И делать их легко и просто. Половинку небольшого тонкого лаваша смазываю любым соусом. У меня сметана с домашним кетчупом. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Подгибаю край. С одной стороны выкладываю сыр и мясную начинку. Сегодня, например, у меня готовый фарш. Сворачиваю пирожок в виде треугольника. Перекатывая его сбоку на бок, закрываю все края. Начинка никуда не денется. Обжариваю пирожки на сковороде и подаю с пылу жару к столу. Быстро, просто, красиво и вкусно. Колоть грецкие орехи можно при помощи двух столовых ложек. В одну ложку орех кладу, второй прикрываю. И одним ударом по ложке сверху получаю расколотый орех. С мандаринов или апельсинов снимаю кожуру. Стараюсь сделать это, чтобы она была целой. При помощи ножниц вырезаю максимально длинную полоску с уголком посередине. Закручиваю полоску с двух сторон, так чтобы рулетики сошлись в центре, около уголка. Закрепляю все зубочисткой. Получившиеся завитушки сердечки храню в морозилке. Добавляю в воду или напитки вместо кубиков льда, потому что вода становится плюс ко всему еще и ароматизированной. И выглядит очень эстетично.